итак здравствуй дорогой друг приветствую тебя в моем новом уроке кинопортал на музыкальном шаблоне music play сразу хочу сказать этот урок посвящен моим ученикам те кто прошел курс музыкальный сайт с нуля те кто видит этот урок впервые то есть не знакомы с сайтостроением то есть вообще с нуля пришли скорее всего вам урок будет бесполезен многие моменты при объяснении как я организовал кинопортал на этом шаблоне замечательном шаблоне music play многие моменты я опущу не буду проходить повторяться сто раз так как многие настройки и нюансы были разобраны в моем видеокурсе музыкальный сайт с нуля для начинающих то есть те кто хотят подробно ознакомиться соответственно пройдите этот курс итак начнем зачем вообще я сделал этот урок и почему кинопортал просто в голове родилась идея вам продемонстрировать насколько мощный шаблон music play и насколько он гибок посмотрите как замечательно выглядит но по крайней мере на мой взгляд замечательно выглядит этот сайт это демо сайт то есть это не рабочий кинопортал просто для примера я его вам сделал а если включить фантазию то я думаю что можно на этом шаблоне реализовать практически любые тематики в этом уроке мы разберем некоторые нюансы здесь есть небольшие сложности о которых мы поговорим давайте пожалуй начнем с самого на мой взгляд сложного момента вот например сериала я для примера взял два сериала во все тяжкие да и ходячие мертвецы давайте перейдем во все эти тяжкие смотрите как здесь устроено да соответственно если у нас организован вот таким вот образом пункт меню сериалы и идут уже название сериалов да то по переходу во все тяжкие соответственно не должно быть ничего лишнего то есть должен быть только целиком сериал я вам сейчас просто покажу как я организовал вы можете после этого урока попробовать организовать каким-то иным способом ну например видите я разбил разбил в сериал во все тяжкие вот на пять сезонов да то есть соответственно можно например сделал так чтобы в первом сезоне 7 серий до по переходу во все тяжкие идут сезоны то есть вот один одна серия раз серия третья серия первого сезона да то есть наверное можно и так организовать но я решил вот сделал так думаю это правильнее то есть разбить именно вот таким вот образом соответственно если мы перейдем в первый сезон то здесь тоже можно устроить по разному да здесь какие-то данные это подробно разберем позже вот смотрите например тут тоже стоит вопрос откуда будет транслироваться и вообще будет он у вас онлайн портал или вы будете предлагать скачать фильм но и думаю наше время лучше всего надо сделать онлайн просмотр да вот если у вас нет мощного сервера то не советую видео заливать там на сайта потому что народ если потом повалит к вам со временем то будет видео тупить медленно грузится и человек уйдет с сайта да но тут несколько вариантов то есть то ли вы с ютуба будете размещать то ли с вк то ли еще откуда ты как бы неважно здесь на ваше усмотрение то есть урок как бы не об этом да здесь именно расположение уроков вот смотрите идет урок номер один урок номер два вот таким вот образом вниз на тоже наверно не совсем правильно представьте там в сезоне 30 серий страница во-первых долго будет открываться если здесь они все 30 вот так друг за другом ролики будут идти да вот самое наверное такое один из вариантов это сделать залить в youtube весь сезон сделать там плейлист так соответственно здесь будет одно окно окно плейлиста да где можно будет переключаться из от серии к серии и также плейлисте насколько я помню серия если кончится автоматически начнется вторая серия следующая да то есть вывод самого фильма здесь вот как бы на ваше усмотрение дальше что мы здесь еще имеем вот смотрите что я использовал то есть я соответственно обращаясь к людям которые прошли мой курс музыкальный сайт с нуля для начинающих что я использовал возможно вам уже знакомы вот этот внешний вид это альбомы да давайте зайдем в админку вот наш шаблон music play и вот помните мы добавляли альбомы здесь еще и складка видео почему я использовал альбомы при добавлении при создании вообще портала почему его выбрал для демонстрации бы смотреть мой музыкальный сайт итак я перехожу на свой сайт вот у меня есть клипы то есть видео клипы неважно как название вот смотрите как организовано здесь если я кликнул по первому этому клипу то вот какой внешний вид да идет видео справа здесь виджеты ну и вот так далее до комментарием но смотрите немножко ну как бы не то да если например взять пример с сайта кинопоиск давить как у него идет идет а постер информация здесь вот сбоку я решил что хорошо подойдет именно альбомы вот это вот альбомы для создания размещения визуально то есть кино фильмов сериалов потому что шаблон устроен так что если мы используем альбомы то здесь под альбомы можно разместить вот так вот симпатичной информацию вот здесь вот смотрите под постером да то есть я здесь сделал так год то есть дата можно здесь переименовать дата выхода там не знаю вот когда сериал вышел соответственно он может быть не 20 12 вышел я на бум написал но точно восьмого года он вышел не суть так страна то есть вот такие вот вот данные я думаю что для кино кинопортала будет смотреться неплохо да соответственно внизу социальной кнопки или можно их убрать потом что я решил здесь сделать еще также вот удобная кнопка перейти к следующему вот такому посту например следующему сезону да вот по стрелке мы перейдем что здесь еще вот интересный момент значит лайки я решил оставить думаю то есть для кинопортал здесь в принципе нормально смотрится так про вот эти табы мы поговорим позже так ну и соответственно здесь youtube ролик идет то есть фильм здесь так тестово набросавые комментарии если вы смотрели мой курс музыкальный союз 0 до воспользовались этим шаблоном из видео курса здесь у вас должно быть по-русски написано еще музыка этого лейбла ниже еще музыка из этого жанра соответственно это не проканает я уже здесь переименовал еще фильмы здесь дальше еще фильмы данного жанра и идут перечисления жанров да то есть по клику по триллером мы перейдем триллеры категорию да и где будут размещаться все триллеры которые вы добавили назад нажмем соответственно здесь тоже самое да вот об этом об переводе это два файлика по ему я в конце урока вам покажу как их заменить а сами эти файлики вы скачаете на моем форуме для клиентов на что вы еще обратили внимание вы смотрите вот видите в шапке вот это вот зеленые от их него логотипа да кто смотрел сериал тот знает зеленая вот эта вот картиночка то есть тоже элементарным тоже способом вставляется в курсе мы это проходили сзади можете обратить я разместил план значит из самого сериала постер да присмотритесь на главный перейдем на главный будет другой постер сзади вот постера супермена да я повесил вот такой момент вот смотрите например перейдем ужасы но ужасы я не стал менять давайте вот перейдем ходячие мертвецы первый сезон обратите внимание да сзади я разместил постер из этого сериала это очень круто но такое тоже тут нюанс если вы хотите чтобы один и тот же постер висел на всех сезонах ходячих мертвецов да давайте отсюда перейдем я разместил просто один сезон поэтому здесь больше нет ничего давайте также перейдем вот перешли внутрь просто тут я ничего не оформила для примера я вот сделал значит если вы хотите чтобы задний план был абсолютно для всех серий ходячих мертвецов серии сезона да его придется загружать каждый пост но с одной стороны это наверное даже правильно представьте вот идут фильмы да без повторяющихся серий там одну то есть одна одна серия да то есть на ужасы там по одной серии на каждый фильм то есть не 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 сериал соответственно под ужасы было бы например круто сделать так вот вышел ужас например драку переход по дракула здесь вся информация смотреть онлайн а сзади план будет подгружаться если вы найдете соответственно большую картинку надо до 1980 пикселей по ширине значит размещайте сзади и будет вообще круто то есть если вы подберете под каждый фильм свой постер на задний план да ну или же подобрать какой-то один план под ужасы и размещать его один тот же план на каждый как бы фильм да какой-то ужасный постер вот такие нюансы по заднему плану значит картинка должна быть большой до по ширине 1980 пикселей соответственно вот эти вот картинки давайте перейдем на главную то есть обложки к самим постером следите за тем чтобы они были идеально то есть одного размера на фотошопе там подгоните их чтобы не было такого одна картинка если будет слишком большой отличается например вот планета обезьяна от геракл да то есть вот здесь визуально она будет выезжать снизу или сбоку будет шире и тут как бы будет некрасиво смотреться также обратите внимание картинки одинаковый размер да все равно это блок геракл он короче чем планета обезьян это тоже смотрите от заголовков вот у планеты обезьян видите заголовок длинный он автоматически делится на две строчки ну то есть если чуть-чуть отступает то есть не критично да а также можете все таки тут не значит дописать геракл на английском языке как часто на трекерах делают да то есть геракл там год выхода до жанр то есть кодекс сжатия там и английское название этого фильма да то есть чтобы выровнять например идеально хотите вы то есть вот боксы да то есть используйте значит следите вот за этим до заголовки и размер самыми самих постеров что здесь еще я сделал ну вот это вот на главной странице это обычные слайды мы проходили это в курсе музыкальный сайт здесь подробно останавливаться не буду что здесь еще сделал смотрите вот если вы будете делать вывод фильмов через альбомы то при наведении у вас вот здесь не будет вот такой вот картиночки пленки да то есть как бы ну то есть о чем она говорит вообще то есть скорее всего там видео или фильм да то есть вот если посмотреть вот на мой сайт музыкальный да то есть при наведении у вас вот будет наушники вот такие вот я вам покажу попозже то есть как я как вообще заменить это где это меняется чтобы у вас вот здесь заменился на такую вот картинку и то есть эта картиночка взята прямо с этого шаблона только я ее взял из видео то есть где видео можно архивы дела да соответственно если вам она не нравится можно вообще стороннюю картиночку взять в интернете где-нибудь найти просто по размеру и подогнать с тем же названием заменить и она у вас вот здесь будет отображаться так давайте дальше вот я для тестирования во все тяжкие первый сезон заполнил полностью да давайте внутри перейдем чтобы вам тут все объяснить вот обратите внимание смотреть вот идет заголовок да потом идет вот имена то есть актеров которые главных ролях снялись да то есть вот наш любимый хайзенберг стоит вот он как его зовут то есть если мы кликнем по его имени то мы перейдем смотрите как обалденно на как бы его грубо говоря биографию да как я это реализовал просто в интернете я нашел его картинку нашел его биографию скопировал ставил вообще как я это вывел да то есть на нашем шаблон music play есть такая как бы артисты мы с вами проходили то есть я использовал и артисты просто назвал страницу актера да соответственно она выводится здесь вот еще ведь вот я для примера взял вот трех актеров которые снялись в этом сериале да соответственно это можно использовать на сайте я думаю даже нужно на кинопортале вот такие вот вещи использовать да то есть можно человек на вашем сайте пользователь он может перейти отсюда посмотреть то есть они будут тут тянутся вниз да когда их будет тут сотни до соответственно не надо всех актеров нас запихивать нужно наверно самых только кто в главных ролях снимается возвращаемся назад также здесь все заполняем мы с вами тоже проходили и внизу тоже да очень здорово получается человек просмотрел и идут фильмы с участием соответственно тоже это я перевел именно под этот сайт также это все будет в этих файлах по и мода который нужно будет с расширением пойму который нужно будет разместить там легко все просто закинете их на сервер и у вас вот здесь подставится все английские все эти слова которые здесь от музыкального сайта не изменится вот фильмы с участием да и соответственно здесь можно добавить на не обязательно сериал во все тяжкие он снялся там еще в каких-то фильмах то есть если хотите то есть они здесь будут тянуться да то есть новые вновь добавленные фильмы будут сюда подставляться они здесь автоматически разбиваются на 5 таких боксов нового фильма здесь бы появляться давайте нажмем назад так давайте немножко поговорим вот об этой части там и да то есть это что вообще откуда это если вам нужно вот каким-то какую-то информацию размещать вы можете просто здесь сплошняком текст написать какой-то я не знаю но есть вам нужны такие вот табочки да то есть примерно более-менее похоже как на кинопоиск да я просто идею взял оттуда то есть это выводится шорткодом который предоставляет мой любимый шаблон music play здесь мы попозже вообще подробно вот этот момент вообще разберем сейчас просто демонстрацию делаю значит тут трейлеры соответственно здесь свои заголовки если хотите или оставить например также вы сами уже будет смотреть я вам просто покажу как это все делается вы сами решите как это использовать но я решил здесь первая вкладка сделал трейлер то здесь все нормально работает ролик открывается на весь экран например а внизу смотреть онлайн будет да то есть уже сам сериал здесь я не заполнял здесь начать заполнил этот постеры тоже интересный такой момент здесь я решил сделать просто ссылку посмотреть галерею постеров то есть непосредственно этого сериала да здесь можно сделать например три маленькие картинки постеры да от сериала и внизу например такую ссылку посмотреть еще постеров но тут такая такая ситуация что нельзя будет сделать например эти постеры маленьким например и по клику по ним чтобы они всплывали галерея то есть здесь так не получится если только сразу сделать просматриваем таком формате то есть какие-то не за побольше чтобы было видно все равно как-то не то и я решил просто постер человек кликнул посмотреть галерею постеров я думаю что так можно оставить то есть маячо происходит человек кликает вот по этой ссылке и вот замечательно его перебрасывает ну для примера я вот несколько закинул его перебрасывает вот на такую галерею до сзади обратите внимание также я поставил фон и решил оставить тот же также здесь вот в шапке вот это вот зеленая заставка во все тяжкие да то есть обычной галереи мы с вами проходили и вообще создание ту галереи в моем курсе да кому сайту здесь все то же самое то есть она также выводится здесь можно если хотите вывести здесь постеры и также вниз перечисления можно сделать от там я не знаю самых там крутых фильмов во все тяжкие так далее там еще какие-то постеры я для примера вот сделал также по клику смотрим то есть также на весь экран то есть не на весь экран во всю ширину которую позволяет данная картинка отображаться и все то же самое также внизу миниатюрки или вот по стрелочке вот так вот смотрим то есть вот так вот просто замечательно просто обалденно можно сделать и итак демонстрацию я думаю мы закончили вот а в следующем уроке мы разберем с вами уже техническую сторону уже в админке как все устроено пробежимся по моментам где у вас возможно могут возникнуть какие-то сложности увидимся в следующем уроке и